Приветствую всех зрителей канала Лёша Играет. Вы слышите этого самого Лёшу, у которого фамилия Халецкий. И я сейчас в этом маленьком, коротеньком видео расскажу ещё об одной особенности Seedmare Civilization 6. Как здесь воевать? Некоторые секретики и неочевидные вещи. Сразу предупрежу, я вам не буду объяснять, как побеждать в войне. Как и во всех пошаговых стратегиях, тактиках, точнее, как во всех тактиках пошаговых, это касается и прошлой части, и этой, побеждать вы будете только в том случае, когда будете часто воевать, причём по сети желательно. Против компьютера он всё ещё дуб-дубом на самом деле, и тут каких-то тактических изысков. Не они тут вас придут к победе, а вот в сети правильно воевать это важно. Лучшая практика — это, собственно, сама война против живого человека. Почаще воюйте и начнёте побеждать. Если вы не будете воевать, то вы и не научитесь побеждать, и будете потом во всех войнах проигрывать. Имейте это в виду. Теперь всё-таки к нашим баранам, а именно к шестой цивилизации перейдём. Тут появилось много нововведений. Я буду постоянно параллели с пятой цивой проводить, указывать на всякие штуки, которые неочевидны. Тут опять очень многое нам просто игра не показывает и не рассказывает. Во-первых, перемещение. Это одна из тех вещей, почему я не хочу уже играть в пятую циву, и она мне кажется во многом забагованной. То есть в пятой было пофигу, как вот у вас две клетки есть перемещение у юнита, значит, вы встанете на холм. Теперь у каждой местности есть определённая стоимость перемещения. Вот видите, я сейчас навожу на джунгли, и написано «стоимость перемещения 2». Также у каждого юнита есть очки перемещения. Вот, например, я выбираю кавалерию, 3 из 5 ещё осталось. То есть я уже на 2 очка перемещения использовал, а 3 осталось. Это значит, что я могу попасть на те клетки, у которых общая стоимость перемещения будет равна 3. Ну, грубо говоря, если вот у леса стоимость перемещения 2, а у моей кавалерии, которая будет стоять рядом с ним, единица, то всё, у меня закончилась возможность походить, я на этот лес не встану, зато смогу встать на этот луг, потому что у луга стоимость перемещения единица. И это всё намного лучше тактически, в том плане, что вы можете убегать от юнитов соперника. Если вы находитесь рядом, он к вам подошёл, то вы можете встать на труднопроходимую клетку, и он вас не сможет проатаковать. И тут становятся более важными юниты с большим количеством очков перемещения, они начинают работать. Так что это надо тоже учитывать и иметь в виду. И тут вспоминается следующий важный фактор, так называемая зона контроля. Я не буду вдаваться, где и как она работает. В шестой циве внезапно вот именно этот аспект сделан просто очень удобно. Вы выбираете юнит, и там, где на него будет действовать зона контроля, вот появляются такие вот красные зубчики из треугольников. Если сюда встанет юнит, то у него закончатся все очки перемещения. Обратите внимание разницу с пятой цивой. Во-первых, как было в пятой циве? Зоны контроля работали у всех юнитов, и если вы проходили мимо этого юнита, то тогда у вас заканчивались все очки перемещения, вы заканчивали ход. Это касалось и города тоже. То есть, если, например, мой юнит находился рядом с городом, то вот сделав это движение, у меня закончатся все очки перемещения и всё. Здесь же, в шестой цивилизации, вам надо попасть в зону контроля, и тогда у вас там закончатся очки перемещения. То есть, не пройти мимо юнита, у которого работает зона контроля, а именно попасть в эту зону. То есть, встав вот сюда, у моей пушки закончатся все очки перемещения. То это тоже важно понимать. Это, ну, разная механика всё-таки. Вам не проходить, надо именно попадать. Но вам это визуально видно. Выбирая юнит, на который работает зона контроля, вы таким образом видите, где она у вас будет заканчиваться, где у вас будет заканчиваться перемещение. Но тут опять важно понимать, что закончатся только очки для перемещения. Если у вас очки действия ещё остались, а это касается особенно стреляющих юнитов, то вы сможете ими стрелять. То есть, вот моя пушка, если я сюда встану, обратите внимание, у меня ещё остаются очки действия. Я уже не могу отсюда никуда пойти, потому что закончили, ну, потому что я попал в зону контроля. Но стрелять я тут смогу. Более того, я тут смогу, например, и апнуться, если у меня будет промоушен. То есть, таким образом, вы, например, можете двигать какие-то юниты с промоушеном сюда, терять очки перемещения в зоне контроля. Да, соперник будет думать, что всё, вы тут попались, но у вас есть возможность сделать ап, и вы полечитесь. Ну, правда, на этом ход у вас уже закончится, но это лучше, чем вообще ничего. Правильно? Что вы просто походили, и всё. И тут надо понимать, что у разных юнитов есть разные отношения с этой самой зоной контроля. И очень странно, что это никак не описывается. Вот обратите внимание, вот я выбираю, ну, тут не покажется зона контроля, потому что пушка просто не добегает до этой местности. Ну, вот у нас артиллерия. Артиллерия может добежать до того места, где срабатывает зона контроля. Причём тут они срабатывают от города. Видите, от Ахина, и в данном случае от военного лагеря. Также есть юниты, у которых есть зона контроля. Так вот, обратите внимание, у арбалетов, например, зоны контроля нету, а у рукопашных юнитов зона контроля будет. Более того, кавалерийские юниты не обращают внимания на зону контроля. Вот смотрите, моя кавалерия может бегать аж прям вглубь, оббегая и Ахин, и военный лагерь, спокойно пробегая мимо, и могу попасть прям вот в тыл. И самое забавное, что Фераксис вот именно об этом почему-то не пишет. Вот у меня есть кавалерия, могу построить кавалерию, тут быстрая и лёгкая кавалерия, промышленные эры. Я даже могу зайти, пожалуйста, в цивилопедию, прочитать, что тут про зону контроля не написано нифига. Зато выбираем танк. Почему-то здесь написано быстрый и тяжелый уник нового времени, игнорирующий зону контроля. Тут они почему-то решили это уточнить. Я же вам говорю, что вся кавалерия вообще зону контроля игнорирует. Но, ещё раз обращу ваше внимание, что кроме того, что кавалерия игнорирует зону контроля, у некоторых юнитов её вообще нету. Например, у стреляющих юнитов, вот у арбалетов, зоны контроля нету в принципе. Поэтому вот я, видите, беру полевую пушку, и здесь нету рядом с арбалетом никакой зоны контроля для него. Я могу просто спокойно подойти. Ну, я тут уже, я походил просто этой пушкой. Если бы было у меня два зоны здесь, я мог бы пойти спокойно рядом с этим арбалетом. Правда, вот тут бы уже для пушки была зона контроля из-за ахина. Это тоже важно понимать. Кроме того, ещё исправили один баг пятой циклы, что я считаю это багом всё-таки. Вообще, в принципе, юниты в цивилизации, они работают по принципе камня-ножница-бумага. То есть, какой-то тип юнитов против другого типа юнитов работает лучше. Ну, начну с самого начала. Против конных юнитов, против кавалерии лучше всего работают антикавалерийские юниты. То есть, против всадников, где у нас тут они начинаются, ну вот, тяжёлая колесница, лёгкая колесница, всадники, против них лучше всего работают копейщики. На данном случае я играю за Грецию, поэтому у меня тут гоплиты. Гоплиты, извините, а то опять будут гопниками их называть в комментариях. Копейщики, ну, я найду лучше так вот, копейщики. Против них написано эффективен против кавалерии. Но в шестой циве исправили косяк пятой. Не было юнитов, которые были бы эффективны против вот этих антикавалерийских. И логично было сделать обычных рукопашников, то есть дуболомов, которые потом апаются в мечников. Так вот, в шестой циве, хотя об этом опять не написано в цивилизации, в цивилопедии, но это полное, конечно, пренебрежение объяснением людям всех тонкостей, здесь рукопашники являются анти- антикавалерийскими юнитами. То есть дуболом, мечник, который потом там апается в мушкетера и так далее, они, у них бонус к силе против юнитов, которые лучше работают против кавалерий. Понятно, да? Вот так все сделано. Как здорово, что я, конечно, делаю вам жизнь проще и рассказываю о том, о чем не написано в цивилопедии, но у нас еще есть два ГИС, городской информационный сервис, который делает жизнь в городе проще. Сколько работает ближайшая аптека, сколько стоит абонемент в фитнес-клубе, где вход в здание, как найти нужный магазин в торговом центре, из какого вагона метро выйти и многое-многое другое в одном приложении. Заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение под любую платформу. 2GIS, если быть точным. Меня могут спросить, а какой же бонус тогда у кавалерийских юнитов, а нет у них никакого бонуса, они просто самые сильные юниты в игре постоянно. И вообще, напомню, в пятой цивилизации обычно все стремились построить в первую очередь стреляющие юниты, арбалеты, какие-нибудь метколучников, потом там артиллерия шла, но это правда уже не стреляющая, это артиллерийская подголовка, тем не менее. И перед ними несколько поставить рукопашных юнитов. А на кавалерию в основном, ну как, кавалерия с артиллерией как раз хорошо работала, но на рыцарей в основном забивали, на танков вообще особенно забивали, именно по той простой причине, что была вот та самая зона контроля. Не было смысла по-хорошему строить танки, которые не особо сильнее, чем пехота, но при этом теряют, вот там поставить три пехотинца против трех танков, и танки будут просто терять всю свою мобильность, смысл, смысл их строить тогда в таком виде. Они и стоили дороже в производстве и так далее, и так далее. Здесь же именно кавалерийские юниты, которые потом становятся танками и так далее. Ну, я сейчас рассказываю для НКЮ-мода и для обычной. Тут есть небольшие различия, есть тяжелая и легкая кавалерия, но на самом деле между ними разница только в том, как они апгрейдятся. У меня есть некоторые претензии к НКЮ-моду, что они это объединили в одну кавалерию. Объясню, почему. Здесь все-таки заставляет людей немножко разные юниты строить. Вот в оригинальной ЦИВе вы строите тяжелую колесницу, которая апгрейдится потом только в рыцарей. Так? При этом легкие, легкая кавалерия это всадники, которые апгрейдятся только в кавалерию. Где она тут у меня? Вот она дальше. Кавалерия апгрейдится в вертолеты, а тяжелая, тяжелые рыцари апгрейдятся в танки. То есть вам постоянно приходится строить разные юниты. Вы не можете вначале построив чисто там тяжелую колесницу или всадники пройти с ними через всю игру. Ну, в НК-моде это все объединено. Но тем не менее, кавалерийские юниты в любом случае в любых версиях шестой цивилизации самый лучший выбор. То есть если вы не знаете какие юниты строить, вот у вас не приходит ничего в голову, стройте какие-нибудь кавалерийские юниты. И не зря я упоминаю апгрейды. Здесь в шестой цивилизации намного выгоднее как можно раньше построить много юнитов, а потом их через игру апгрейдить. Потому что здесь много денег обычно бывает. То есть намного больше денег вам тут приходит, чем в пятой цивилизации. Но при этом производство всегда есть куда девать. И если намного выгоднее построить когда-то там в самом начале сколько-то копейщиков, тяжелую колесницу, всадников, и потом их сквозь игру постоянно апгрейдить, тратя на них деньги. Это будет намного выгоднее, чем если вы будете в конце, ну там в середине игры строить просто отдельно уже кавалерию, отдельно пехотинцев. Естественно вы все равно будете строить армию в любом случае, но так вы хоть сэкономите какие-то ресурсы. Ну а такой банальной вещи, что когда вы строите армию обязательно используете карточку на плюс к производству, я наверное думал уже не упоминать, но надо упоминать. То есть если вы собираетесь строить армию, какой-то один юнит вам срочно нужно, а вот действительно армию, то никогда не забывайте про эти карточки плюс 50% к производству определенных типов юнитов. Обратите внимание, тут стоит юниты ближнего и дальнего боя, потому что я сейчас решил на пехотинцах сконцентрироваться, но для кавалерии есть отдельная карточка плюс 50% производства к юнитам кавалерии нового времени. Вы только представьте, сколько вы производства на этом сэкономите. Только с этими карточками, исходя из типов юнитов, которые вы сейчас строите. Обязательно не забывайте. Очень важная тема по поводу корпусов и армии. Много видел комментариев, мол, нафига они нужны по-хорошему, типа, вот смотрите, у меня кавалерия, это армия. Ну, я думаю, понятно, что если юнит без звездочки, он просто одиночный, если две звездочки, это корпус, если три звездочки, то это армия. Когда вы два юнита объединяете вместе, для этого должна быть открыта обязательно социальный политик, национализм, тогда вы сможете их объединять в армию, извините, в корпус. Когда открыта мобилизация, вы можете юниты объединять в армию. Так вот, отдельная кавалерия, по-моему, 62 силы в ближнем бою, три юнита объединив вместе, 79 становится, то есть, типа, всего на 17 силы увеличилось. Многие могут возразить, ну, подожди, у тебя было бы три отдельных юнита по 62 силы, разве это не круче, чем вот ты их объединил в один юнит в армию, и он у тебя стал 79 силы. Нет, не круче. Тут все зависит от того, как высчитывается урон в шестой циве, а он тут намного по-другому, чем в пятой. Урон в шестой цивилизации увеличивается по экспоненте в зависимости от силы юнитов. Ну, что такое экспонент-то? Это такая показательная функция е в степени х, где е это число эйлера. Вообще, вы знаете, интересно было бы сделать какие-нибудь отдельные такие видео по всяким прикольным математическим штукам. Число эйлера натуральной математической константы, рациональное и трансцендентное число. Ну, в общем, оно приблизительно равно 2,72 примерно. Так, на самом деле, там очень-очень такая долгая последовательность, что-то типа числа пи такого, да. Так вот, в случае цивы е в степени х, х имеется в виду разница в силе юнитов, там еще умноженное на рандомное число, потому что тут тоже влияет рандом, примерно на четверть может изменяться урон, именно поэтому иногда вот вы там ударили юнит, он убит, а потом грузите сейвы внезапно и после сейва он не убивается, потому что там небольшой рандом все-таки влияет типа на тот урон, который вы нанесете. Я просто не хочу вдаваться в эту формулу, возможно, сейчас все-таки в видео появится, это не особо важно, важнее уточнить, что тут важно различие в силе юнитов, намного важнее, чем количество юнитов, как в пятой циве было, и вот если между юнитами разница в силе больше тридцати, тридцати больше, то юнит будет убит с одного удара, вот посмотрите, у меня кавалерия семьдесят девять, а арбалетчик сила тридцать три, изначально, изначально, видите, семьдесят девять, нет, вру, базовая тут тридцать, у меня семьдесят девять, еще накладываются модификаторы, вот у арбалетчика плюс три за идеальное место, ну и ноль за сложность, потому что я тут на князе играю быстро, чтобы показать вам, еще имейте ввиду, что эти всякие модификаторы, так вот разница сорок шесть, все, арбалетчик будет с одного выстрела, с одного удара будет убит, то же самое касается полевой пушки арбалетчика, видите, разница пятьдесят шесть вообще, с одного выстрела будет убит, но, ладно, это большие такие показатели, я вам в более мелком скажу, если разница всего десять силы, всего десять силы между юнитами, то при атаке ваш юнит нанесет сто пятьдесят процентов урона, то есть на половину урона больше, чем если бы они были равны, при этом получит урона, вот если его атакуют в защите, он получит всего примерно шестьдесят процентов урона, считайте, ну почти половину, ну больше чем половину, естественно, урона нивелирует, всего с разницей в десять силы, именно поэтому создавать корпуса и армии намного выгоднее, вот этот мой, вот эта моя кавалерийская армия, имея силу больше чем обычные три юнита кавалерии на, получается, на 17 силы, с этими тремя юнитами кавалерии справятся. Вот, ну, они, конечно, не будут убиты, но они получат намного больший урон. Если я буду атаковать, если они меня будут атаковать. Так что корпуса и армия намного-намного лучше, чем просто держать одиночный юнит, там мясо такое большое с этими юнитами и отдельно их держать. Ну, просто, чтобы вы понимали, что разница в 17 очков, вот как раз 79 по сравнению с 62 одиночного юнита кавалерии наносит практически в два раза больше урона. В два раза. Эта армия нанесет урон одиночному юниту кавалерии при атаке. И именно поэтому в сетевых играх запрещено в религии принимать всякие верования, которые дают плюс 10 к силе юнитов. Это слишком большой бонус становится. Как я и сказал, плюс 10 к силе ко всем юнитам, это просто сверху полтора урона. Сверху полтора урона. Причем эти плюс 10 к силе даются одиночным юнитам. Не в армии и не в корпусах. Это очень важно. Обратите внимание, что генералы, вот генералы не запрещены, потому что они дают только плюс 5 к боевой мощи. Это хороший бонус. Хороший бонус, но не такой критичный. Потому что плюс 5 к силе, это примерно на 1 пятую больше урона будет. Тем более, что генерала еще получить надо. То есть он должен сгенерироваться. Вы должны как-то постараться это сделать. И, Катя, обратите внимание, что в 6 цивилизации генерал не работает всю игру. Вот, например, новый полководец в данном случае будет работать только с юнитами нового времени и эпохи атома. Вот начальные генералы, которые первые там брались, ну, полководцы сейчас называются, работал с юнитами только античности и средневековья в пределах двух клеток. Ну, в пределах двух клеток так и осталось с 5 цивы. Так что в сетевой игре очень важно эти все верования на плюс 10. И, кстати, поэтому еще многие не любят против России играть. То есть не берут, запрещают брать Россию, потому что очень крутой бонус у казаков, что плюс 5 к боевой мощи при сажении на своей территории или рядом с ней. То же самое касается греков. Их гоплиты плюс 10 к боевой мощи, если рядом есть хотя бы один гоплит. То есть гоплиты в начале это просто убер-юниты становятся. И вот все, что дает плюс 10 к боевой мощи, это очень-очень круто. Те же самые красные кофты у англичан или красные мундиры плюс 10 к боевой мощи на другом континенте в отличие от столицы. Вот повезло соседу Англии быть на другом континенте. И к нему приходят эти ребята с боевой мощью плюс 10 и наносят таким же юнитом той же эпохи и получают очень-очень небольшой и неплохой бонус. То же самое касается императорских гвардейцев у Франции. Только у этих плюс 10 на своем континенте. То есть нападать на Францию во времена этих императорских гвардейцев. Это ужас. Ну и напоследок о нескольких багах, которые я вам не рекомендую использовать. Ну, в сетевой игре просто это уже запрещено все давным-давно. А против компьютера ну зачем делать менее интересным. Вот смотрите, есть такие штуки, как Осадная башня и Таран. В данном случае Осадная башня. Когда находится рядом с городом, юниты ближнего боя игнорируют стены и непосредственно атакуют город. Вот смотрите, если я хочу этой кавалерии атаковать город, ну тут плоховато видно, но вот если вы увидите, я нанесу урон именно стенам. То есть я буду в первую очередь стены уничтожать. Если я подведу эту Осадную башню, то видите, полностью желтое снимается с самого города здоровье. Стены вообще не трогаются. Так вот, это баг, потому что Осадная башня и Таран, они предназначены собственно до Средневековья. Потом открывается строительная инженерия в промышленной эре, которая дает всем городам как бы такие автоматические укрепления. Открывает городские укрепления, то есть даже если у вас не построены стены, все равно у вас укрепления эти начинают работать. Вот видите, у меня тут везде укрепления есть, хотя стены только в некоторых городах построены. И вот эта Осадная башня все равно продолжает работать. То есть в городе современные укрепления, а Осадная башня работает и работает. И, например, с танками захватывать современные города, которым прикреплена эта Осадная башня, то есть вот вы атакуете город с танками, с Осадной башней. Город будет браться одним-двумя танками, ну, тремя, там, в зависимости, какая у него сила, как он развит. Это реально баг. То есть мы договорились на то, что если ты уже вышел в промышленную эру, где у нас тут пушки появляются, ну, вот если ты в промышленной эре, вот тут у тебя уже кавалерия, вот такие быстрые юниты, то город нельзя брать с Осадными башнями, только пушками, артиллерии и так далее. Ну, еще отмечу, что мобильный ЗРК, несмотря на то, что тут написано, что он защищает от ядерных ударов, он нифига не защищает, он может, ну, возможно, он может перехватить самолет, который везет атомную бомбу, но если вы ее ядерную ракету запускаете, там, с подводной лодки, с пусковой шахты, нифига не работает. Я вообще не видел, чтобы он что-то перехватывал. Вообще, вот, еще юниты поддержки, ну, понятно, что они не объединяются в армии, это имейте в виду, и они могут стоять, да их и надо ставить на той клетке, где у вас есть юниты военные, особенно это касается вот наблюдательный воздушный шар, он отлично соединяется, с артиллерией и начинает работать, как артиллерия в пятой циве, потому что в шестой артиллерия на две клетки не стреляет, она стреляет, как бы, ну, через одну клетку, а вот с воздушным шаром уже через две начинает работать. Медик, он, конечно, лечит очки здоровья, но его очень редко использует. Тем не менее, вот, я должен упомянуть об этом. Ну, в принципе, на этом пока все. Надеюсь, я рассказал вам о тех вещах, которые вы не обращали внимания, уж точно об этом, блин, в цивиллопедии почему-то не пишется. Зачем? Зачем людям знать, как игра работает, правильно? И теперь вы воевать станете немножко лучше. Ну, а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого, играйте в умные игры и пользуйтесь Двагис. Спасибо, спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.